Традиционный летний фестиваль в сторону Выборга осваивает музей, но загородный. В усадьбе Ильи Репина Пинаты прошел концерт в жанре светского раута. Обстановка старой дачи, давно знакомые друг с другом гости, споры о литературе и живописи. Казалось бы, ну разве это новость? Но для Максима заговоры вечер стал прям-таки открытием. Теперь он с грустью констатирует, что отдых за городом это целая наука, которую просто необходимо постигать всем. Дачники. Сегодня даже культурологические ассоциации с загородным бытом отсылают скорее к одноименной песне группы «Ленинград», нежели к творчеству Мирхольда, Ахматова или Репина. Так что вот эти встречи в репинской усадьбе призваны напомнить в том числе и о том, что отдыхать на природе можно, пускай без шашлыка, зато с фортепьянными концертами и литературными чтениями. Собственно, само место это уже сто лет отвечает за соблюдение высокого дачного тона. Один из величайших русских художников был и садоводом великим. В своей усадьбе сам следил и за цветами, и за тем, чтобы внутри собирался весь цвет. В усадьбу устраивались возможные такие же фиксы. Приглашал массу народу, и об этом, в общем, известно всем, кто интересовался так или иначе в жизни Репина. И вы как раз, если говорить о дачном таком быте, о красивой традиции, то от Репина в наше время она тянется. Фестиваль в сторону Выборга в этом году как никогда завязан на юбилеях. 125 лет Ахматовой, 140 Мирхольду, 200 Лермонтову. Все они на Карельском перешейке либо жили, либо просто любили бывать. Под них и составляли программу. В честь поэтессы пять стихотворений Прокофьева, в честь режиссера музыка Глазунова к спектаклю «Маскарад». Есть такое понятие «датская музыка». Это, значит, музыка, которая исполняется к определенным датам. У нас есть определенный круг имен, которые жили и творили в этом пространстве. Вот, скажем, от Репина, от Коколы до Тириоки. Это дачные места, где собиралась вся интеллигенция и жила. За бокалом вина беседа об академической музыке, а не о том, кто с кем или кто кого. Это светская тусовка, в которой света гораздо больше, чем тусовщиков. Да они обидятся, если так назовешь. Люди, которые не хотят отвыкать от быта, к которому привыкли их знаменитые предшественники. Сообщество, которое позволяет иначе взглянуть на стремительно пошлеющее словосочетание традиционной ценности. Максим Заговорок, Константин Аужин, Александр Аргутин. Последние известия.